Встреча с Чечни Встреча с Чечни Отправляясь в командировку в Чечню, спецназовцы взяли с собой 100 образцов нового оружия. Это была первая боевая командировка для Каштана. Но через полгода боевого применения 6 образцов начали давать сбои. Когда Исаков осмотрел это оружие, то выяснилось, что проблемные образцы просто давно не чистились и не смазывались. Конечно же, конструктору нового пистолета-пулемета было чрезвычайно важно узнать, как ведет себя его изделие в боевых условиях. Но по вполне понятным причинам информация о работе Каштана в Чечне в 95-м году даже для его создателя осталась тайной. Ну так из любопытства спросили, ну и как он вам сказали? Во! Очень хорошо. Куда бы мы ни ходили на какие-либо там задания, операции, мы всегда его брали с собой. Вот и все. Больше они нам ничего не сказали. Пистолет специального назначения. Март 1918 года. Уже разогнано учредительное собрание. Уже подписан с Германией сепаратный Брестский мир. На юге России уже формируется добровольческая армия. Первая мировая война для России сменяется войной гражданской. Царский генерал Владимир Федоров, известный специалист по автоматическому оружию, согласился на сотрудничество с советской властью. Федоров был направлен в город Ковров с тем, чтобы наладить производство на недостроенном пулеметном заводе. Своим заместителем Федоров назначил тогда еще никому неизвестного конструктора Василия Дегтярева. Дегтярев, он практически самоучка был. Он же был слесарем у него. Но он был очень любознательным человеком. И он начал тоже разрабатывать. И в конце концов, он превратился в того Дегтярева, которого мы все знаем. В того Дегтярева, который имел звезду героя соцтруда, вторую по номеру после Сталина. В того Дегтярева, который во время войны имел прямой телефон со Сталиным. И июль 1941 года. Немецкие войска вошли в Минск. Тяжелые бои идут на подступах к Киеву. Положение Красной Армии близко к катастрофическому. Основой наступательной стратегии немецких войск в то время были мощные танковые атаки. Оказалось, что у советских солдат не было достаточно мощного оружия для борьбы с немецкими танками. Именно тогда был изобретен знаменитый коктейль Молотова. В это же время Иосиф Сталин поручает Василию Дегтяреву в срочном порядке разработать противотанковое ружье. 18 ноября 1941 года. В Берлин. Рейхсканцелярия. Рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру. Маршал Гудериан. Рапорт. Секреты. Наши проблемы на московском направлении объясняются большими потерями в боевой технике. В последнее время у русских на вооружении появились эффективные противотанковые ружья. Броня наших танков не способна противостоять их поражающей силе. Мною отдан приказ отбить у противника несколько образцов этого ружья. Только за один день, 17 ноября 1941 года, в Подмосковье, у разъезда Дубосекова, 28 бойцов Панхиловской дивизии уничтожили 50 немецких танков. Эффективность Дегтяревских противотанковых ружей стала одним из важнейших факторов нашей победы в битве за Москву. В годы Великой Отечественной войны практически все новые пулеметы, поставленные на вооружение Красной Армии, носили имя Дегтярева. Но самым знаменитым стал, конечно, ручной пулемет, который вошел в историю как Дегтяревский. По мнению специалистов, этот пулемет решил сход множества уличных боев и прежде всего в Сталинграде. Великой Отечественной войны одобряет новый автомат. Он предоставляет молодому изобретателю свои цеха и своих конструкторов для доработки и испытаний нового оружия. И первый выстрел из первого Калашникова был сделан в тире Ковровского завода. После смерти Василия Дегтярева в 1949 году самостоятельная конструкторская работа на Ковровском механическом заводе сворачивается. Ему поручили этому заводу изготовление пулемета Калашникова, когда уже Дегтяревский пулемет, он морально устарел. Завод освоил этот пулемет, поручили производство гранатометов ручных, поручили производство безоткатных орудий 85-миллиметровых. В 1960 году на завод пришел выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения Алексей Исаков. Порученная ему работа называлась конструкторским сопровождением изделий в серийном производстве. Поручили мне, допустим, ввести его, вот у вас за спиной противотанковая ракета «Фаланга». Я ее ввел, невзирая на то, что там, наверное, 90% конструкции и работы над этим изделием полностью не соответствовало моей вузовской специальности. Я стал и гироскопистом, я стал и аэродинамиком, я стал и газодинамиком, я стал и специалистом по ракетным двигателям, я стал специалистом по боевым частям. Только в 1968 году было принято решение воссоздать на Ковровском механическом заводе собственное конструкторское бюро. Молодые специалисты сразу же включились в конкурс Министерства обороны по созданию нового образца автомата. В этом конкурсе участвовало 6 КБ, в том числе и наше СКБ. Было представлено на конкурсное испытание 11 образцов. До финала добрались два образца, наш и Калашниковский образец, который впоследствии стал ныне известным автоматом АК-74. Автомат, предложенный Ковровскими конструкторами, удивил даже военных специалистов. Дело в том, что это был первый в мире сбалансированный автомат. В автомате классической компоновки за один цикл стрельбы от выстрела до выстрела на оружие и на стрелка действуют 4 разнонаправленных импульса. Вибрация автомата во время стрельбы резко уменьшает так называемую кучность попадания в цель. Соответственно, при снижении вибраций резко вырастает процент точных выстрелов. В автомате со сбалансированной автоматикой три импульса из четырех перечисленных замыкаются внутри оружия. Они наружу не выходят. Оружие не вздрагивает от этих импульсов. Соответственно, стрелок эти импульсы не ощущает, и поэтому этот автомат легче удержать на линии прицеливания. Несмотря на очевидные достоинства сбалансированного автомата Ковровского завода, комиссия Министерства обороны остановила свой выбор на модернизированной модели автомата Калашникова, как более привычной. Конец 80-х годов. В Советском Союзе стремительно увеличилось количество преступлений с применением огнестрельного оружия. С нарастанием кризиса в стране сотрудники правоохранительных органов все чаще сталкиваются с необходимостью применения собственного табельного оружия. Пистолет Макарова, которым были оснащены милиционеры, слишком часто оказывался плохим аргументом схватки с преступниками. Это те ситуации, когда большая организованная преступная группа, необходимо создать большую плотность огня, чтобы вытащить товарища, прикрыть действия своих сотрудников. В этих ситуациях наиболее целесообразен, конечно же, пистолет-пулемет. Январь 1991 года. Выступления за предоставление независимости Литве перерастают в массовые беспорядки на улицах Вильнюса. Советское руководство приняло решение навести порядок в городе, привлекая армейские подразделения. С 12 на 13 января военные штурмуют телецентр, оцепленный живым кольцом безоружных горожан. Результат той ночи. 14 погибших и сотни раненых. Многие из них стали жертвами шальных пуль. Только после кровавого вильнюсского инцидента на коллегии Министерства внутренних дел впервые был поднят вопрос о переоснащении как рядовых милиционеров, так и спецназовцев новым типом табельного оружия. Специальное оружие должно было быть мощнее и меньше пистолета, но не столь мощным, как армейский автомат. Оружие такого типа давно применялось во всем мире. Это были пистолеты-пулеметы. Для милиции-то как раз бы и нужен пистолет-пулемет. И милиции не сподручен, особенно в населенных пунктах, патрулировать улицы с полноразмерным мощным автоматом в руках. История широкого применения пистолетов-пулеметов началась в 1972 году с захвата группой палестинских террористов во время Олимпиады в Мюнхене команды израильских спортсменов. В результате неудачной полицейской операции с применением автоматов 11 спортсменов погибли. После этого трагического инцидента все развитые страны мира стали формировать специализированные антитеррористические подразделения. И неотъемлемой частью стрелкового вооружения спецназовцев и рядовых полицейских стали пистолеты-пулеметы. Наибольшее распространение получили немецкий Кехлер и Кох, американский Инграм, израильский УЗИ. 17 октября 1972 года. Москва председателю КГБ СССР совершенно секретна. Информационная записка. По агентурным данным в последнее время резко активизированы работы по принятию на вооружение подразделений специального назначения армии США миниатюрным стрелковым вооружением, приспособленным под пистолетный патрон. Считаю необходимым рассмотреть возможность разработки отечественного аналога пистолета-пулемета. Начальник первого главного управления КГБ СССР. Пистолеты-пулеметы впервые появились в 30-е годы. В период Великой Отечественной войны малой серии пистолетов-пулеметов отечественного производства активно использовались сотрудниками диверсионно-десантных и специальных подразделений НКВД и Главного разведуправления Красной Армии. К сожалению, после Великой Отечественной войны преобладающее значение для вооружения стрелковым оружием стали иметь автоматы. Сентябрь 1991 года. Организаторы августовского путча сидят в тюрьме. Горбачев вернулся к исполнению президентских обязанностей. Руководители союзных республик открыто готовят к реализации свой вариант союзного договора. Министром внутренних дел России назначен Виктор Ерин. Он хочет по-своему решить проблему переоснащения вооружения сотрудников милиции. Его гонцы поехали по всем трем оружейным столицам, как говорится, России, Ижевск, Тула, Ковров и стали заказывать разработку пистолета-пулемета под этот патрон. Наша СКБ подключилась к этому. Ну, правда, оно подключилось попозднее, вот, Ижевска и Тулы. В 1992 году пробные партии пистолетов-пулеметов, Ижевских кедров и Тульских кипарисов стали поступать на вооружение спецподразделений МВД. А Ковровские оружейники только начинали свои разработки. Ведь всегда, когда начинается разработка какого-то образца, в первую очередь конструктор или группа конструкторов, если работает группа над ним, начинают смотреть, набирать информацию, а что же уже сделано до них в этом классе оружия. Вот так и наши ребята перелопатили известную, дошедшую до нас информацию по всем пистолетам пулемета мира, которая была доступна для нас. Первый образец пистолета-пулемета «Каштан» появился только в конце 1994 года. Ковровские оружейники учли все недостатки как иностранных, так и отечественных аналогов подобного оружия. Хорошая здесь задумка была реализована, что затвор сделан набегающим на ствол. Это не только позволило сократить габариты оружия, но при перемещении затвора в переднее положение масса оружия уходит вперед. Это позволяет, уменьшает подброс оружия. То есть, как говорится, одним выстрелом двух зайцев мы здесь убили. Уменьшили подброс оружия, уменьшили габариты оружия. Новогодняя ночь 1995 года. Попытка наведения конституционного порядка в Чечне переросла в широкомасштабный вооруженный конфликт. Российское военное командование именно в эту ночь решило начать штурм Грозного, который затянулся почти на месяц. В районе площади Минутка, под покровом темноты, дудаевские боевики расстреляли из гранатометов танковую колонну федеральных сил. Покидая горящие машины, мы на руках имели одни ПМ. Боевики нас расстреливали из автоматического оружия. Если бы мы имели Каштана, мы бы огрызались, и нас не расстрелили бы, как котят. В январе 1995 года Алексей Исаков докладывает руководству МВД о готовности его конструкторского бюро запустить в серию пистолет-пулемет Каштан. Но министр внутренних дел Виктор Елин совершенно неожиданно принял странное решение об оснащении милицейских подразделений только теми образцами стрелкового оружия, которые уже были приняты на вооружении Министерством обороны. И только одно из спецподразделений Федеральной службы контрразведки решило закупить для себя 100 единиц каштанов специально для работы в Чечне. Пистолет-пулемет, как один из типов стрелкового оружия, наиболее целесообразен для применения в той ситуации, когда необходимо создать большую плотность огня. Во-первых. Во-вторых, должна быть достаточно большая кучность огня. В данной ситуации возникают, как правило, исходя из практики последних, так сказать, вооруженных локальных конфликтов, в основном при проведении так называемых зачисток на территории Северо-Кавказского региона. Услышав положительные отзывы о работе каштана в боевой обстановке, Алексей Исаков решил попробовать убедить военных в необходимости для армии такого вида оружия. И мы уже самостоятельно поехали по всем силовым структурам показывать его, по всем подразделениям, даже Министерства обороны. Поехали к танкистам, поехали к вертолетчикам, поехали к летчикам, поехали к береговые сухопутные войска Болтфлота. Исаков предлагал оснастить каштанами танкистов. Официальный отказ объяснялся тем, что танкист с каштаном в кобуре просто не пролезет в танковый люк. Мы тогда взяли, поехали в нашу дивизию, договорились с комдивом, вооружили три экипажа танков ими, отдали им на все лето. Они тут ездили, марши совершали, боевые стрельбы. И при нас мы их просили садиться в танк, выпрыгивать из танка. Для служебного пользования. 10 октября 1996 года. Протокол проведения эксплуатационных испытаний 9-мм пистолета-пулемета «Каштан». В ходе испытаний установлено. По сравнению со штатным оружием экипажа танка, 9-мм пистолет ПМ изделия АЭК-919 «Каштан» имеет более высокие боевые характеристики. Пистолет-пулемет «Каштан» удобно размещается на груди членов экипажа, на ремнях специальной сумки и не мешает работе членов экипажа в боевой обстановке, не затрудняет посадку в танк и покидание танка. Командир войсковой части 33-491. Осень 1996 года. На полигонных стрельбах в городе Климовске министр обороны Игорь Родионов знакомится с разработками стрелкового оружия. И к удивлению конструкторов, из множества образцов он обращает внимание на единственный авторский экземпляр сбалансированного автомата из Коврова. До этого момента автомат четверть века пролежал в заводском музее. Родионов лично пострелял из сбалансированного автомата. Он сказал, это автомат 21 века, повернулся к нашему директору, который присутствовал на этих стрельбах, и предложил ему возобновить работу над этим автоматом. Директор оттуда приехал, вызвал начальника СКБ и сказал, возобновляем работу над этим автоматом. Так, благодаря счастливому стечению обстоятельств, спустя 20 лет идея сбалансированного автомата вновь стала актуальной. Сегодня этот автомат рассматривается как один из наиболее вероятных образцов личного стрелкового оружия, который заменит привычный автомат Калашникова. Между тем, Исаков по-прежнему пытался добиться того, чтобы на официальные государственные испытания попал пистолет-пулемет «Каштан». Только в 1999 году эти испытания были проведены на Ржевском полигоне. По их результатам, «Каштан» стал единственным пистолетом-пулеметом, который был рекомендован к принятию на вооружение российской армии. Но эта рекомендация носила лишь формальный характер и ни к каким практическим результатам не привела. Оказалось, что испытания официально назывались не государственными, а полигонными, так как оружие такого типа не прописано в армейском реестре вооружения. Завод не может позволить себе такую роскошь, тратить средства на освоение образца, которое не принято официально на вооружение. Завод – серийный завод, и он живет за счет серийной продукции. И за счет денег от серийной продукции фактически он содержит и наше СКБ. Чтобы получить наиболее объективную информацию о характеристиках пистолета-пулемета «Каштан», мы решили сравнить его с лучшими зарубежными аналогами. Тестирование оружия по его важнейшим параметрам проводит международный эксперт по безопасности и терроризму Иосиф Линдер. Сейчас пистолет-пулемет «Каштан» будет противопоставлен израильскому УЗИ. Израильский автомат УЗИ. Как видно из представленной серии, одиночным огнем оружие бьет достаточно точно, но оружие малоэргономично. Затвор работает вместе со всем корпусом оружия, что не позволяет достаточно надежно удерживать оружие на линии выстрела. При переводе переводчика огня на автоматический огонь оружие становится практически неуправляемым. Вы не можете контролировать более одного попадания на дистанции до 25-30 метров. Ну вот типичная, так сказать, ситуация. То есть нештатная остановка при стрельбе. Такая задержка может стоить жизни сотруднику правоохранительных или силовых ведомств при выполнении специального задания. Это как раз типичный показатель того, как некачественно и ненадежно работает механизм данного оружия. Изделие Ковровского механического завода АЭК-919К или Каштан. Мгновенно палец находит спусковой крючок. Оружие практически не дает отдачи при стрельбе. Пули летят практически одна в одну, очень кучно. Изделие очень балансное и комфортное при введении автоматического огня. Очень легко удерживается во время проведения длинной очереди и хорошо управляемо при стрельбе короткими очередями. Мишень, в которую, так сказать, ввелся огонь из израильского автомата УЗИ. И вот аналогичная мишень с аналогичным комплексом упражнений, который был выполнен с изделием Ковровского механического завода «Каштан». Данные две мишени достаточно наглядно иллюстрируют устойчивость и возможности двух различных изделий. В феврале 2000 года проводились эксплуатационные испытания пистолета-пулемета «Каштан» на авиабазе в Люберцах. Была проведена оценка целесообразности оснащения «Каштанами» пилотов знаменитых вертолетов К-50 «Черная Акула». Для служебного пользования. 21 февраля 2000 года. Из протокола эксплуатационных испытаний 9-мм пистолета-пулемета «Каштан». В ходе испытаний установлено. По боевой эффективности пистолет-пулемет «Каштан» значительно превосходит табельное оружие летчиков пистолеты ПМ и АПС. Пистолет-пулемет может быть удобно размещен и закреплен на летчике, не мешая пилотированию и боевой работе. Командир войсковой части 32-882. Декабрь 2000 года. Два экипажа вертолетов К-50 «Черная Акула» были направлены в командировку для выполнения боевых задач на территории Чеченской Республики. Командир группы Александр Рудых лично принимает решение оснастить свои экипажи пистолетами-пулеметами «Каштан». Базировались на аэродроме Грозный-Северный. Выполняли в основном исследовательские задачи. То есть отрабатывали те вопросы, как приживается новая авиационная техника в вооруженных конфликтах. 15 января 2001 года. В районе города Аргун из стрелкового оружия был обстрелян военно-транспортный вертолет Федеральных сил. Борт переправлял с передовой в госпиталь группу раненых бойцов. Через 10 минут в воздух были подняты черные акулы. Вскоре в лесном массиве недалеко от города обнаружена группа боевиков в количестве 8 человек. Результат огневого удара черных акул – 7 уничтоженных сепаратистов. Это была обычная работа пилотов в те дни. «Каштан» мы, конечно, по предназначению прямому не применяли, но тем не менее он грел нашу душу. Если сравнивать его опять же с тем же пистолетом Макарова, то это, ну, выше по многим параметрам, равно на порядок. Декабрь 2002 года. Директор Ковровского механического завода попросил Алексея Исакова продемонстрировать боевые возможности «Каштана» представителям некого специализированного ведомства из Москвы, не уточнив ни названия ведомства, ни даже имен этих людей. Вскоре Исакову сообщают, что принято решение оснастить «Каштанами» службу охраны президента России. Исаков решил, что это шутка, но он убедился в обратном, когда из федеральной службы охраны пришло письмо благодарности, и это шутливая фотография. Ну, закупили они там, эксплуатируют его. Где они его эксплуатируют? В принципе-то они нам и не должны бы вроде докладывать, так что у нас таких особых данных нет. Сегодня вокруг пистолета-пулемета «Каштан» сложилась парадоксальная ситуация. Он до сих пор не принят официально на вооружение ни армии, ни милиции. Хотя уже 8 лет он реально работает на нашу с вами безопасность. Многие эпизоды этой работы еще долго будут скрыты под грифом «совершенно секретно». Но можно сегодня не сомневаться, что «Каштан» работает исправно. Продолжение следует... Продолжение следует...